Всем добрый день, с вами Виктория. Сегодня готовлю мраморный кекс. Отличная выпечка к чаю на скорую руку. Готовится все просто, быстро. Мраморный кекс называется, потому что он с вкраплениями темного теста, смешанного с какао, и появился он в конце 19 века. И очень популярен, особенно в Америке. Разновидностью мраморного кекса является кекс зебра или пирог зебра. Кстати, рецепт этого пирога уже есть на моем канале. Зебра на кефире. Рекомендую вам его посмотреть. Продукт, который нам понадобится для приготовления мраморного кекса, это мука, яйца, сахар, какао, сливочное масло, молоко, разрыхлитель, экстракт ванили и щепотка соли. Полное количество продуктов я вам оставлю в описании под видео. 200 грамм сливочного масла ставлю в микроволновую печь на 2 минуты, чтобы растопить его. Отделяю желтки от белков. Мне понадобилось 4 крупных яйца. И пока я занимаюсь яйцами, не забудьте подписаться на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Смотрите другие рецепты выпечки на скорую руку на моем канале. Все ссылочки я вам оставлю в описании. В другую емкость высыпаю сахар и наливаю растопленное сливочное масло. Хорошо перемешиваю до однородности и добавляю желтки. Взбиваю миксером. Взбиваем до пышности, масса должна увеличиться. У меня этот процесс занял примерно 4 минуты. Затем добавляю муку. Мне понадобилось 240 грамм. Разрыхлитель. И еще раз все хорошо перемешиваю миксером. Немного помогаю лопаткой. Добавляю молоко. И перемешиваю миксером еще раз. В емкость с белками добавляю щепотку соли. И взбиваю миксером до пышности. Этот процесс может занять примерно 4-5 минут. Посмотрите. Белки должны быть почти что до пиков. И затем постепенно в предыдущую массу, которую мы замешивали, добавляю ложкой поочередно белки и перемешиваю лопаткой. Миксер нам больше не понадобится. Все тщательно перемешиваем, чтобы белки не осели. Масса должна получиться кремовая. Вот такое примерно по консистенции должно у вас получиться тесто. Затем подготавливаю какао и экстракт ванили. И еще одну формочку. Половину теста выливаю в другую форму. В одну половину добавляю 2 чайные ложки экстракта ванили. А в другую просеиваю 30 грамм какао. Какао обязательно нужно брать темный, хороших сортов. И хорошо перемешиваю. Перемешиваю емкость с экстрактом ванили. Экстракт ванили это по желанию. И перемешиваю вторую емкость с какао. Оба теста подготовлены. Подготавливаю формочку. На этом этапе можно уже поставить разогреваться духовку на 180 градусов. Поочередно ложкой выкладываю светлое тесто. И затем темное тесто. И так поочередно поступаем до конца. В принципе особой регулярности здесь не нужно. В чем и отличие этого пирога от пирога зебра. Пирог зебра нужно делать более тщательно, чтобы ничего не расплывалось. В этом же пироге, если немного что-то расплывется, тесто расплывется, то ничего страшного. Все равно получится все очень красиво. И затем беру деревянную шпажку и делаю вот такой зигзаг. Чтобы получилось у нас все еще более красиво. Ставлю выпекаться кекс, предварительно разогретую до 180 градусов духовку, ориентировочно на 50 минут 1 час. Смотрите по своей духовке. У меня кекс запекался 1 час. Формочка у меня длиной 30 сантиметров. Готовность проверяю деревянной шпажкой. Она должна выйти сухой. Достаю кекс из духовки и даю ему полностью остыть. Затем немного помогаю лопаткой, чтобы ничего не прилипло. И достаю кекс из формы. Он у меня еще немного горячий, я торопилась. Посмотрите какой красивый он получился. Прикладываю его на блюдо и оставляю еще немного остыть. Посмотрите какой красивый он получился в разрезе. И получается он очень вкусный. 30 минут потраченного времени и получается такая вкуснятина. Дети очень любят этот кекс. Этот кекс можно покрыть сверху шоколадной глазурью. Просто присыпать сахарной пудрой. Или сверху шоколадной глазурью можно еще посыпать ее орехами. Измельченными орехами. Надеюсь, что этот рецепт вам понравился. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пишите мне ваши комментарии. А я всем желаю приятного аппетита. И до новых встреч с новыми рецептами. Субтитры сделал DimaTorzok